Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». В эфире Дарина Игнатьева. 3 марта в Чувашии стартовал региональный этап соревнований WorldSkills Russia. Чебоксарский электромеханический колледж является региональным центром чемпионата. Сегодня у нас в гостях заместитель директора Чебоксарского электромеханического колледжа Игорь Поликарпов. Здравствуйте, Игорь Львович! Здравствуйте! Для начала в двух словах о проекте, ведь у него многолетняя история. В первый раз, когда окончилась Вторая мировая война, в Европе, естественно, как и во всем мире, была нехватка рабочих профессий. Испанцы первые решили среди молодежи провести такой внутренний национальный чемпионат. Было около 4000 ребятишек с разных техникумов, колледжей, по рабочим профессиям. И они называли, как это, фестиваль «умелые руки». Провели это соревнование и показали, как это интересно. Потому что, наверное, как в спорте, когда есть какие-то соревнования, всегда какой-то появляется дополнительный интерес, и человек хочет быть лучше всех остальных. Первым опытом после этого, это был 1946 год, в 1947 году, первый опыт были соревнования между португальцами и испанцами. Это движение начало развиваться. В 2012 году Россия вошла в это движение, 60-м членом в мире. Сейчас более 70 членов в мире занимаются этим движением. Не удалось побывать в Лейпциге. Это в 2013 году был чемпионат мира. И удивило то, что очень много ребятишек приходят на эти соревнования, маленькие, детки. И когда рядом соревнуются взрослые ребята, ну такие до 21-го, до 23-х лет, то они участвуют в этом движении. Они смотрят, как занимаются взрослые ребята, их старшие сверстники. Им даются право там на симуляторах участвовать, пробовать, как монтажник, как электротехник, как сварщик. Такие симуляторы, которые безопасные для молодежи. Им это очень там нравится. Они бегают, крутятся, вертятся. Такой целый праздник. И поэтому в России тоже на сегодняшний день нехватка рабочих профессий на производстве. И для того, чтобы жизнь движется вперед, для того, чтобы популяризировать это движение среди молодежи, Россия вошла в это движение, и мы уже видим первые шаги. А вот как появилось желание стать координатором проекта? Чебоксарский электромеханический колледж более 12 раз принимал участие и организовывал российские соревнования по разным профессиям и специальностям. Это и конструктор-модельеры, парикмахеры, закройщики, станочники, сварщики, технологии машиностроения, сварочное производство и другие. Поэтому мы имеем большой опыт в проведении российских соревнований. Поэтому нам выпала такая доля, как стать оригинальным координационным центром в движении WorldSkills. В каком принципу отбирались техникумы участники? Проведение этих соревнований предполагает, что у той базы, на которой проводятся соревнования, они должны иметь хорошее материально-техническое оснащение. То есть должны быть или станки, или если повара, например, какие-то современные, кухни, плиты. То есть, во-первых, это база. Во-вторых, это уровень преподавателей, экспертов, которые разрабатывают задания. Поэтому учебные заведения, в которых проводятся соревнования, как правило, это сильные учебные заведения, в которых есть хорошая база и хороший контингент педагогического сообщества. Проведение любого фестиваля требует немалых затрат. Кто ваши помощники? WorldSkills, эти соревнования предполагают, это не только учебные заведения, занимается подготовка, организация этих соревнований. Это, естественно, в сообществе с работодателями. Поэтому у нас очень хорошие, тесные партнерские отношения. Это такие предприятия, известные у нас в Чувашии, как предприятие Элара, Промтрактор, ВНИИР, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Прогресса, дочерные предприятия ВНИИР, ЭКРА, Чебоксарский электроаппаратный завод. Эти предприятия очень здорово нам помогли в проведении вот этих соревнований. Сегодня на базе колледжа прошли уже первые соревнования. И какая реакция у ребят? И, кстати, могут участвовать только учащиеся техникумы или другие ребята? Соревнования данные предполагают, что участвуют ребята, которые исполняется определенный возраст. Там в зависимости от компетенции возраст может варьироваться до 25 лет. Обычно от 16 до 25 лет. Поэтому это или студенты учебных заведений, как вузов, СУЗов, или как молодые рабочие из предприятий. Даже у молодых предприятий, рабочих, вернее, которые работают на предприятиях, у них больше шансов выиграть, потому что они закончили учебу и имеют небольшой уже опыт. Соревнуются наравне все равно. Соревнуются наравне. Вот, например, по сварке у нас сейчас проводятся соревнования. Там участвует молодой рабочий концерн на Промтрактор. А вот ваше мнение как специалиста. Сейчас большая потребность в рабочих кадрах? На сегодняшний день потребность, она большая. И она, наверное, еще больше усугубится в дальнейшем. Потому что есть определенная и демография. И на самом деле у нас самая большая проблема в том, что оборудование, оно все сложнее и сложнее. И поэтому на сегодняшний день получается так, что нужно подготавливать специалистов, которые умеют работать на станках с программным управлением. То есть есть компьютерные технологии, везде находятся. Поэтому качество образования должно вырасти. А вот эти соревнования как раз показывают, насколько мы... Там задания, они, видите как, они задания не мы придумываем. Они одинаковые задания, как в Чебоксарах, в Казани, в Самаре, в Сан-Паулу, которые будут в Бразилии. Принципы одинаковые. И мы даже при подготовке вот этих заданий, мы увидели, что как нам тяжело на сегодняшний день. Потому что это не хватает материалов, не хватает оборудования. То есть это очень сложно, но мы их обязательно преодолеем вместе с предприятиями нашими. Хочу все-таки вернуться к участникам фестиваля. А какие планы у ребят? Они планируют работать по специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении? А практика показывает, чем глубже студент углубляется в тот преподаваемый материал. То есть при получении определенной профессии, он вживается в эту профессию. И, как правило, он работает по этому же направлению. Но мы студентам всегда своим выпускникам говорим. Для того, чтобы была дальнейшая карьера, жизнь продолжается, необходимо закончить высшее образование. Не обязательно очно, где-то даже и заочно, потому что они уже имеют определенные навыки, выбранные профессии. Поэтому вот нам показывает практика, где, например, по направлению электроника, электротехника, у нас очень большой процент устраивается по специальности, не меняет. Здорово. Известно, что вы работаете в плотной связке с многими предприятиями. Там созданы ресурсные центры. И какую вы видите отдачу от этого сотрудничества? Вот в последние два года с помощью предприятия ЭЛАРа на нашей базе, где-то, наверное, около 500 квадратных метров, был сформирован ресурсный центр по подготовке высококвалифицированных специалистов в области электроники. У нас там очень современные мастерские по монтажу электронных плат. Есть элементы поверхностного монтажа, есть мастерская регулировочная. Там еще план у нас есть, определенная техника внутри. Очень интересная современная. Паяльные станции, современные микроскопы, ремонт сделано очень хорошее. Все оборудование антистатическое. Поэтому мы обучаем приближенно к производству. Если мы приближаем к производству, то есть подготовка приближается к производству на предприятиях, то получается так, что наш студент минимально адаптируется в итоге, когда он тут устраивается. То есть мы совместно с предприятиями строим общие учебные программы, и у нас такое сквозное как бы обучение. Он и практику проходит, когда приходит на практик на предприятие, он видит, что, о, я это уже видел, у нас в участке не хуже на сегодняшний день, чем на том или ином предприятии. Вместе с электропаратным заводом также у нас построен совместный такой ресурсный центр. Он на заводе, мы тоже приняли участие в его создании. У нас тоже там есть определенные планы. Поэтому с предприятием у нас очень интересное направление в создании совместных ресурсных центров. Концерн-тракторный завод очень здорово нам помог. У нас совместно с концерном-тракторным заводом построен центр «ХАС». Недавно к нам приезжали из Бельгии гости. Мы хотим сделать совместную такую конференцию в конце сентября, запланировано. Они признали, что среди 28 учебных центров, которые созданы в России, это хай-тек-центр в нашем колледже, он признан самым лучшим на сегодняшний день. Мы ждем гостей из Белоруссии, ждем гостей из Казахстана. Это такая международная конференция, где будут собраны преподаватели и так далее. У нас единственный в России на сегодняшний день центр по подготовке сварщиков. Такой центр международный сварщик. Тоже и преподаватели подготовили и так далее. Это вместе с концерном. То есть у нас такие вот направления. И когда мы очень плотно работаем с предприятием, получается очень хороший результат. И напоследок, каких результатов вы ждете от соревнований? Мы все-таки хотим, чтобы в соревнованиях, после соревнований, все больше предприятий повернулись в нашу сторону и увидели, что когда мы совместно строим процесс обучения, и когда предприятие не просто просит от нас дойти студентов, а участвует в этом процессе, а когда они участвуют в процессе, они диктуют свои условия, кто им нужен, какие нужны студенты, содержание вот этой программы образования, то у нас получаются хорошие результаты. Поэтому, к сожалению, не все предприятия на сегодняшний день понимают важность вот этих соревнований. В мире давно поняли, что бизнес понял, что нужно вкладываться в образование, нужно совместно строить этот учебный процесс. У нас очень много, как я до этого рассказывал, таких точек соприкосновения с работодателями. Но хотелось бы, чтобы максимально предприятия повернулись тоже к образованию, и у нас совместно получится очень хороший результат. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» был заместитель директора Чебоксарского электромеханического колледжа Игорь Поликарпов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова